Уважаемые пассажиры, на первый путь прибывает пассажирский поезд номер... Рота-подъем? 24... Ты чего здесь? Из дома выгнали? Просьба отойти от края платформы. Тетя Галин день рождения отмечали. Пустил к себе одноклассницу ночевать. Ночевал бы вместе с ней. Давай без грязных намеков. Ладно, вставай. Уже поезд прибывает. Так, это у нас третий день. Так, подождите. На станцию. Попробуем. Так, сами не берем. Так, мама не ответила. Где мама? Чего ей дома не сидится? Вокруг чертовщина какая-то творится. Она бродит. Это пассажирский поезд номер... Да, я видел вертолеты. Да, я сижу дома. Да, я в порядке. Тихо, спокойно. Это я, Миша. Это в корне меняет тело. Засыпали тебя сегодня звонками? Слушай, если вдруг все... Все медным тазом накроется, ты уж маму не бросай. Так, первое. Уже слышал, какие пироги у нас в Казани? С самого утра телефон разрывается. Достали. Волнуется. Зачем? Я кофе на балконе попиваю. Самое страшное, что с нами может случиться, с нами случится. Мы все умрем. Вопрос, когда и от чего. Тоже верно. Слушай, если вдруг все медным... Так, не бросай. Ладно, раз было слышать тебя, в добром здравии. Так, первое. Ты на днях звонил. Я поразмыслил над твоими словами. Пожалуй, правда, время забыть старые обиды. Вот это правильно. А давляешь, значит? Ладно, рад был слышать тебя, в добром здравии. Так, вот, тем не менее, мама не отвечает. О, здесь что-то есть. Escape. Так, это, наверное, потом надо было сделать. Уважаемые пассажиры, пассажирский поезд номер 4. Сейчас там нам искать-то и нечего. Из Казани. Прибыл на первый путь. Ну, на всякий случай. Возвольт номер 1. Нумерация вагонов с квадта поинта. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры. Да, видимо, потом. Потом зонтик. Собачка. Так, если мы выйдем. Даже уйти, можем отсюда. 2, 2, 3, 3, наказание. Просьба отойти от края платформы. Так, что там по телевизору? В целях выявления зараженных и сдерживания болезни, а также ее всестороннего изучения, местные органы здравоохранения проводят массовый прием анализов у населения. По предварительным данным, эпидемия вызвана неизвестным ранее патогеном. На борьбу с ним брошены все имеющиеся в распоряжении силы. Уважаемые пассажиры. Так, ну, походу, сейчас, если мама не отвечает, может, ты ее зацепишь, что ли? Получается так. Ладно, поработаем. Чуть-чуть. Только что маме звонил, трубку не берет. На днях по телефон болтали. А что? Болтал. Как-то там тревожно. Вертолеты, милиция, даже военные машины. Вы поэтому так рано. Я думаю, Маша вообще в Казани на каникулы останется. Мы не стали дожидаться новостей. Домой поспешили. Тут глушь, тут спокойней. Военный гарнизон под боком, опять же. Своих стариков звала, отказались дом бросать. Что ж, не буду задерживать. Там сзади кто? Артем. Так, алмаз. Спокойно, по порядку. Миша, ё-моё, что тебе непонятно? Как это случилось? Тоже милицию вызвала? Без скандала хоть обошлось? Так, первая. Утром выхожу на завтрак. А на Тёме. Хоть бы друга представил. У неё в паспорте должна про тебя быть отметка. Есть ведь свидетельство о рождении. Вчерашний альбом ей показал? Показали? Ты там на каждое фото. Три. Блин, это же очевидно. А мы и не подумали. Значит, надо показать. Сейчас Тёме позвоню, пусть покажется. Так, первая. Так, или два. Два. Он тоже на маму наседал. Его она не послушает. Нужен кто-то посторонний. Да уж, приплыли. Поторопимся. Уважаемые пассажиры, просим вас находиться на безопасном расстоянии от края платформы. Так, ну здесь всё-таки надо что-то взять теперь. Или она потом будет вернуться, взять её. Я не помню её фамилию. Наверное, надо досье какое-то взять. Так, сейчас гляну, пока у неё фамилия. Так, Зикеева. Нет, пока не взять. Наверное, потом. Ладно, бежим. Ладно, бежим. Ладно, бежим. Ладно, бежим. Даже не смотри туда, потом сбегаешь. Дом ближе. Так, это куда? Вертолётная площадка. Так, всё. Так, с этой поговорить. Тебе что важнее, мама или вертолёт? Я вообще с этой хочу поговорить. Нижний, отставай, я сейчас с ума сойду. Ладно. Ладно. Что же он так тащится, лифт этот? Я тут подожду. Меня мама на порог не пустит. Заперто. Не похоже на тётю Галю. У неё всегда двери на распашку. Кто там? Миша, помните такого? Не теряла я память. Разве я что-то такое сказал? А в чём дело? Я в том смысле, что вчера загулял и больше к вам не заглянул. Так, первое. Ася спит пока. Кому ещё со мной быть? Вы про алмаза? Я его встретил, он по своим делам побежал. Так, кому ещё со мной быть? В городе псих. Утром сюда явился, и давай уверять, что мой сын. И Тёма, главное, поддакивает. Куда только милиция смотрит. Впредь буду дверь запирать. Дайте угадаю. Его зовут Алмаз? Это розыгрыш? Откуда вы его знаете? Тёма, ты, может, Ася ещё? Кто он такой? Имя-то ещё какое взял себе? Алмаз. Я всё объясню. Только дайте ваши семейные фотографии. Ну пошли. Прямо дети малые. Всё бы вам играть. Хотя день рождения у меня или нет? Нужно, чтобы он запомнился. Так ведь? Лишь бы обошлось. То есть одного сына напомнит, второго нет. Как-то странно. Не трать время, Мишенька. Никакого алмаза ты здесь не сыщешь. Ну как не сыщу? Вот дядя Бахир подарил ему железную дорогу. Он Тёме эту несчастную дорогу купил на Новый год. А ты тогда мечтал о дальних странах и чуть не поселился у нас, с утками играл. Было дело. Но кто, по-вашему, этот ревущий карапуз? Себя не признал? Что он от тебя тогда нашло? Дорогу просто узурпировал. Сколько Тёму не учили делиться, он не выдержал и отнял её. Мы с Тёмой ровесники. А на фотографии второй мальчишка явно младше. Знаешь, а ты прав. И кто тогда это? Так, куда? Отсказываю. Алмаз. Поняла. Эта подруга моя с ребёнком в гости зашла. Точно. Тёть Галь, не выдумывайте. Ты на старших-то голос не повышай. Пошутили и хватит. Да что тут смешного. Представьте, каково сейчас алмазу. А представь, каково сейчас мне. Меня убеждают, что я выжила из ума. Мы хотим помочь. Я себя прекрасно чувствую. О, паспорт проверьте. Там должно быть про алмаза. И ты, поганец, к порче паспорта руку приложил. Загляните в альбом, который мы вчера подарили. Алмаз повсюду. Фотомонтаж. Я читала о таком. Ну что, кончились аргументы. Чудя Галь, все на взводе. Может, пока хватит. Потом что-нибудь еще с алмазом придумаем. Алмаз на меня надеется. Я должен сделать все, что в моих силах. Так. То есть. Подставить пока что это. Это разобьет. Так, как-то все не так. Напрасные усилия. Зря старался. Кому лучше стало от того, что тетя Галя обиделась? Так, а мы попробуем тогда подставить правильную картинку. Я думаю, здесь можно загрузиться. То есть, надо немножко ее обмануть, получается. Тогда она не выкинет альбом. И не обидится. И мы будем ее в доверии. Думаю, так будет правильно. Сейчас, если очень далеко будем, я туда перепройду быстренько. Я тут подожду. Меня мама на порог не пустит. Недалеко. Они похожи на петлю. У меня всегда дверь на распашку. Кто там? Так, можно ускорить. Не теряла я память. Так, разве что-то такое сказал. В чем дело? Ася спит пока. Береги ее. По ночам бродить опасно. Даже в нашем захолустье. Так, когда у нас что-то серьезное переключалось. В городе псих. Утром сюда едет розыгрыш. Ну пошли. Так, теперь надо быстренько собрать фотографии. В принципе, уже слушать не будем. Поэтому... Поэтому просто надо собрать. В этом вся обида. Не трать время, Мишенька. Никакого алмаза ты... Ну как не сыщу. Вот дядя Бахир подарил ему железную дорогу. Он Теме эту несчастную дорогу купил на Новый год. А ты тогда мечтал о дальней... Было дело. Но кто, по-вашему, этот ревущий карапуз? Себя не признал? Что он от себя тогда нашло? Дорогу просто узурпировал. Мы с Темой ровесники. А на фотографии второй мальчишка явно младше. Так, мы же это собирали. Знаешь, а ты прав. И кто тогда это? Отсказываю. Алмаз. Поняла. Эта подруга моя с ребенком в гости зашла. Точно. Теть Галь, не выдумывайте. Ты на старших-то голос не повышай. Да что тут смешного? Представьте, каково сейчас алмазу. Так, так, так. А представь, каково сейчас мне. Меня убеждают, что я выжила из ума. Мы хотим помочь. Я себя прекрасно чувствую. О, паспорт проверьте. Там должно быть про алмаза. И ты, поганец, к порче паспорта руку приложил. Загляните в альбом, который мы вчера подарили. Алмаз повсюду. Фотомонтаж. Я читала о таком. Ну что, кончились аргументы. Так, ну, прижигали все на взводе. Может, пока хватит. Потому что-нибудь еще с алмазом придумаем. Алмаз на меня надеется. Я должен сделать все, что в моих силах. Ну, сейчас, да, поставим то, что подходит. Ладно, сдаюсь. Вы нас раскусили. Признаться, я почти поверила. Вы основательно к делу подошли. Только не ясно, зачем. Так, выход. Капитуляция. Рано сдался. Надо было чуть уголю дожать. Да, дожали бы. Все настроение испортили. Ну как? Не вышло. Что теперь? Я так просто не сдамся. Подожду ее на скамейке. Выйдет рано или поздно. Наверное, плохая идея. Теперь можно я, Асю, забрать. Ася, я иду к тебе. Так, а там, походу, записка, да? Ася, ты что, еще спишь? Вставай, Соня. Непоседа, нежданный гость. Не дождалась все-таки. На станцию за мной убежала. Нежданный гость. Что за вертолет к нам пожаловал? Сегодня ООН, завтра НЛО. Уже ничему не удивлюсь. Да, есть какие-то записки. Следы Аси. Видать, так заскучала, что даже развлечение себе нашла. Рамку надо либо убрать, либо заполнить чем-то еще. Ладно, потом. Все разъедутся, обязательно займусь. Я всю свою музыку наизусть уже знаю. Так что, сколько времени-то вообще? А здесь все по-прежнему. Десять. Любопытно взглянуть, какие картины сейчас пишут Алмаз. Походу на станцию. Так, где Алмаз? Не пойду ни в какую больницу. Ненавижу всякие уколы и прививки. Говорят, в больницу, но анализы надо. А что нам будет, если откажемся? Так, Алмаза не видно. Станция. Подчеркнуто, станция. Видимо, надо туда. Да, вот ты здесь сидишь. Я думал, прямо у входа будешь сидеть. Как же так? Все телефоны, все дни рождения наизусть помнила. Ни о ком не забывала. Заболела. Так, мы, наверное, сбегаем до вертолета тогда. Сейчас ускорим игру. Быстренько сбегаем. Раз прилетел, надо сбегать. Так, там у нас, кстати, врачи. К ним сначала подойти. А, здесь у нас больница. Не открыта. Ася, ты тут? Кто-нибудь Асю встречал? Чего кричишь? Кровь сдал? Проходим. Не задерживаем очередь. Расслабьтесь. Чувствуйте себя как дома. Так, теперь с ним можно поговорить. Я вообще-то не это хотел. Так, мы сюда вернемся тогда. Ты даже до кабинета не дошел. Я все вижу. Следующий. Какой внимательный. Проходите. Садитесь. Так, я просто боюсь, что мы сейчас сюда зайдем, а потом не увидим то, что было на станции и так далее. А вертолет отмечен тоже. Так, ладно, придется, наверное, заново загрузиться. Пропажи Аси. В принципе, мы где-то здесь появимся. Потому что, может быть, мы сейчас сдадим кровь. И пойдет какой-то, не знаю, дальше процесс игровой. И мы не сможем уже сходить на станцию. А сюда, я так понимаю, все равно придется идти. Можно, в принципе, ускорить. Так, а здесь мы уже все нажали, да? Рамку надо либо убрать, либо заполнить чем-то еще. Ладно, потом. Как же так? Все телефоны, все дни рождения. Так, вертолет тоже отмечен. Ладно, сходим на станцию. Ни о ком не забывала. Мне, конечно, тоже стоит к вертолету сходить. Да дел по горло. Больница какая-то суета. Многовато для одного дня. Так. Ты че суетишься? Асю не видел. Асю? Одноклассница моя. Шатанка, длинные волосы, оранжевый плащ. Так бы сразу. Видел я. В окошко твое полезло. Ну, я и сказал, что на поезд она опоздала. Не знаешь, где она? Разминулись. Небось на вертолет побежала глазеть. У народа только и разговоров, что о нем. Кто, зачем, почему. Спасибо. Проверю. Так. Так же я проверю здесь. Так. Мы, кстати, здесь еще ни разу не бегали сейчас. На X5 можно пробежаться по-быстрому. Никаких воспоминаний здесь нет. Просьба сообщить в дежурную часть полиции или дежурному по вокзалу. До привыки от сотрудников полиции запрещается трогать и перемещать подозрительные предметы. Участок. Так. Наберем участок. Монгола можно? Напарник Монгола. Он на планерке. Ему что-то передать? Я сам перезвоню. Так. Хорошо. Нет. Галю пока нельзя найти здесь. Ладно. Так. Ну, два варианта. Либо все-таки опять в больницу пойти. Хотя у нас пока не открыто. Она в любом случае будет открыта. Либо сразу идти на площадку. Ладно. Сходим, наверное, на площадку. Так. И надо в интернат еще заглянуть. Мы обещали, чтобы часто заглядывать. Так, здесь у нас что-то пошатнулось. А это мы еще не видели, что это. Какая-то стройка. Так, это школа. Так. Мы пробежали. Там закрыто получается. Попробуем попасть через эти отверстия в вратах. Нет, смысла нет. Так. Хорошо тогда. Туда они идут. Пойдем поглядим на вертолет. Придется все обходить. Так. Куда у нас? Так. Завод. Я еще дальше отвезу. Так. Ну, по-моему, здесь. Так. Отключаем. Скорость. Нет. Какой-то другой. А, это у нас больница. Там мы потом застрянем. Ну, пока не сделаем какой-то... А, эту крошь пока не сдадим. Так, там много народу. Аси вроде как не видно. Не к добру это. Мишаня, не проходи мимо. Опять заварили какую-то кашу. Мишаня, мне погромче крикнуть. О, Мишаня, ты здесь. Познакомься, моя невеста. Оля. Оля, это Миша. Мы со школы знакомы. Очень приятно. Слушайте, может вы Аси встречали? Девушка в оранжевом плаще. А тут что за столпотворение? Так. Очень приятно. Так, два. Это ты с ней позавчера на станции щебетал? Так ты её видел? Нет, но ты наведайся в больницу. Вдруг анализы сдаёт. Какие анализы? Шишку из Казани прислали. Вроде как эпидемия гриппа. Какой-то сильно борзый. Всех на анализы гонят. Карантином грозят. Чует, мое сердце, это не грипп. Страшно жить на белом свете. Первое. Что тогда? Люди вокруг забывают близких. Витя, дядя Коля, тетя Галя. Да обрадовал ты нас, Мишаня. Уж лучше бы это был грипп. Катастрофа. Рыцарь. Неужели Ася всё забыла? Рыцарь. Ой, не люблю я врачебные дела, но... Если Ася в больнице, ради неё можно. Так, хорошо. Не зря. Переправила нам сюда не подойти. Так, ну сейчас походу улетит. Так, ну можно скорость X5 поставить. Он это сделал побыстрее. Как думаете, в чём дело? Какое-то ЧП, говорят. Не к добру это. Тебя Ася ждёт. Ты, конечно, мне нравишься, Мишань, но меньше, чем Оля. Так, стопэ. Рассказывай нам всё. Бип. Ну тогда поедешь за мной. Два раза. Три давай. Ладно, езжай. Так, можно здесь пройти. Так, в больницу тоже можно бежать. Тоже скорость включим. Что-то не будет. Хотя, может, помню здесь бегали. Я уже не помню, где мы бегали, где мы не бегали. Так, ну ладно, здесь ничего нет. Теперь можно идти в больницу. Так, вот у нас теперь одна самая отмечена. Так, есть палатка, туда не пробраться. Так, на принципе, ещё сколько? Четыре кусочка. Здесь у нас завод. Здесь я не знаю, что у нас. Станцы что-то тоже останутся, видимо. Типа форпоста. Здесь у нас. Так, не вспомнишь. Здесь что-то большое. Так, где-то школа у нас ещё. Наверное, вот здесь школа. Так, вот это, кстати, памятник. Я что-то не очень помню, что... А, это зелёный кот.